Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о послании святого апостола Иакова. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленам, находящимся в рассиянии, радоваться. Иаков говорит о двенадцати коленах, то есть о рассеянном по всей Римской империи, о христианах, видимо, еврейского происхождения, поскольку он говорит о двенадцати коленах Израиля, и он обращается прежде всего к христианам именно из иудейской среды. Но то, что он говорит, относится ко всем нам, как и все, что говорит Слово Божие, поэтому нам важно обратить внимание на это послание. И оно написано, оно перекликается с так называемой литературой мудрости, то есть с практическими наставлениями, которые есть в Ветхом Завете, о том, как богочестивый и мудрый человек должен проводить свою жизнь. И вот апостол пишет, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка. Когда человек сталкивается с искушениями, то есть с чем-то неприятным, с чем-то, что его выбивает из привычной колеи, с чем-то, что заставляет его нервничать, волноваться, может быть, раздражает или огорчает, то правильная реакция христианина, как я могу в этой ситуации послужить Богу, как я могу в этой ситуации вырасти, вырасти, потому что эта ситуация, она попущена Богом с определенной целью для того, чтобы измениться. Испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие. Бог действует в нашей жизни для того, чтобы сделать нас обитателями рая. Спасение предполагает, что мы глубоко изменимся, и Бог работает над нами, Бог действует в нашей жизни, в том числе через какие-то неприятные события, через какие-то искушения. Мы не можем возрасти в терпении, когда ничто нас не раздражает, ничто не испытывает нашего терпения. Мы не можем возрасти в смирении, когда мы не сталкиваемся с чем-то, что подвергает его испытания. Мы не можем научиться уповать на Бога, когда мы не сталкиваемся ни с каким беспокойством. Например, псалмопевис говорит, обращаясь к Богу, когда я в страхе, я на тебя уповаю. Но если бы он не пережил этой ситуации страха, он не научился бы упованию на Бога. И мы должны с радостью принимать, когда мы сталкиваемся с какими-то испытаниями, и всегда держать в голове, как это послужит моему возрастанию, как это поможет мне стать тем человеком, которым Бог меня замыслил. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Мы призваны просить у Бога мудрости. Поскольку мудрости нам всегда не достает, мы должны ее просить у Бога, потому что Бог дает. Всем просто и без упреков. И мы должны просить с верой, немало не сомневаясь. О чем здесь может идти речь? Есть очень известная молитва Блаженного Августина, когда он вспоминает, что в юности он молился к Богу такими словами. Господи, дай мне воздержание, но не сейчас. То есть, с одной стороны, он уже понимал, что он призван к святой жизни. Он хотел оставить грех. С другой стороны, вот у него было такое двоящееся умонастроение, а с другой стороны, он не хотел этот грех оставить. И это опыт, который очень часто возникает в жизни христианина. Господи, дай мне мудрость, дай мне святость, дай мне уклонение от греха, но не сейчас. Вот сейчас я еще хочу немножечко погрешить. Меня это еще держит. И человек, который не имеет на самом деле желания получить от Бога какие-то дары, но он их не получит, потому что он их на самом деле не хочет. И когда человек просит мудрости, он понимает, что когда Бог ему даст мудрость, он может увидеть, что что-то в его жизни нужно изменить, что что-то не так, что что-то от него Бог может такое потребовать. И такой человек может, с одной стороны, да, вот пусть Бог даст мне мудрость, а с другой стороны, ну вот я как-то еще хочу погрешить. И вот против этого двоемыслия человек, против этого двоемыслия апостолы предостерегают, что не нужно сомневаться в том, что я хочу. Я хочу угождать Богу. И поэтому нужно избрать вот такое неразделенное сердце. Я хочу угождать Богу. Да, я могу испытывать страх, неуверенность, какие-то желания, которые этому противятся, но я должен твердо себе поставить такую цель. Я хочу угождать Богу. Я хочу, чтобы Бог дал мне мудрость. Да, хвалится брат униженный высотою своею, а богатый унижением своим, потому что он прийдет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, и цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает богатый в путях своих. Здесь, на Земле, существует определенная система ценностей, определенная система оценок в мире сём. И, конечно, в этом мире люди высоко ценят социальный статус, богатство, престиж, и люди могут быть глубоко огорчены, когда у них этого нет. Причем, конечно же, богатство и престиж — это все очень относительные вещи. По сравнению с жителями, не знаю, скажем, Афганистана, большинство из нас страшные богачи. По сравнению с каким-то другим богачом, вот этот богач, он может чувствовать себя почти нищим. И апостол говорит, что все это богатство, статус, все то, что люди привыкли ценить в этом мире, все это обречено пройти. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву. Как трава? Она растет, и мы знаем, что она увянет, мы знаем, что через какое-то время ее не будет. Так, все, что люди находят ценным в этом мире, все, за что они цепляются, все, ради чего они враждуют друг с другом, все это исчезнет, все это как цвет на траве. И апостол призывает нас исходить из другой системы ценностей, из другой системы оценок, которая основана на Слове Божьем, на том, что открыл Бог. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Апостол еще раз говорит о том, что искушение — это возможность послужить Богу, это возможность духовно возрасти. В каждой ситуации, в которой мы оказываемся, мы должны видеть возможность. Мы должны видеть возможность возрасти и чему-то научиться. Когда мы чему-то учимся, когда мы проходим какие-то курсы, например, мы осваиваем новую профессию, или мы учим иностранный язык, или мы еще что-то делаем, или мы занимаемся какими-то физическими упражнениями, мы сталкиваемся с определенными трудностями, с определенными вызовами. Трудно учить грамматику иностранного языка, трудно учить выговаривать все эти иностранные слова, трудно осваивать навыки, которые необходимы на новой работе. И это неизбежная часть процесса возрастания. Когда человек, который нас учит, например, наш преподаватель, дает нам какие-то задания, мы вынуждены напрягаться, чтобы их решать. Но мы понимаем, что это нам дано для нашего блага, мы сами это выбрали, мы хотим этому научиться, и мы сидим и старательно учимся. И вот жизнь — это вообще школа, школа святости. И все обстоятельства нашей жизни нам не спосылаются для того, чтобы мы научились святости. И поэтому, когда мы сталкиваемся с искушениями, это задания, которые нам прибывают для того, чтобы мы их выполнили. В искушении никто не говори «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои, возлюбленные. Когда человек подвергается искушению, он не должен возлагать ответственность за это на Бога, что «Бог меня искушает». Потому что Бог — это источник только блага, но источником искушения, источником греха и зла является собственная похоть. Причем похоть в более широком смысле в Священном Писании часто слово «похоть» или «злая похоть» используется не так, как в современном языке. В современном языке наше слово «похоть» относится только к желаниям, связанным с полом, но бывает также похоть власти, бывает похоть денег, бывает похоть в смысле сильное неправильное желание, желание отомстить, например. И человек может увлекаться и обольщаться этим желанием, и оно его ест изнутри, и он чувствует, как в нем это нарастает. Например, человек испытывает неприязнь к кому-то, и чем больше он этого неприязни испытывает, тем больше он находит для нее поводов. И он все время думает об этом человеке, который ему неприятен, и он думает о том, какой это плохой человек, и это не искушение, которое ему Бог посылает. Это человек увлекается и обольщается собственной своей похотью, которая, в свою очередь, порождает грех, грех порождает смерть. Против этого предостерегает апостол. А при этом мы должны видеть в этом собственную проблему. Потому что так бывает, что «меня искушает другой человек», ну, косвенно Бог. Бог своим промыслом поставил тут этого человека, этот человек меня раздражает и искушает. И вот правильный ответ, который нам говорит апостол, состоит не в том, что «меня искушает другой человек» или «бог, который меня поставил в эти обстоятельства», я искушаюсь тем, что я раздражителен. Потому что если проблема в том, что я раздражителен, я могу эту проблему решать. Я могу меняться что-то в себе, я могу искать Божьей благодати, я могу научиться терпению. Я могу обратить вот эту ситуацию, в которой я сталкиваюсь с каким-то раздражающим человеком, к своей духовной пользе. Если я считаю, что Бог меня искушает, что другие люди меня искушают, это бесполезно для меня, потому что я ничего не могу с этим сделать. Человек, который считает, что ответственность за его жизнь несет кто-то другой, он никогда не сможет привести свою жизнь в порядок, потому что бедняга, он считает, что за его жизнь, его жизнь в чьих-то других руках он и не может. Вот когда человек признает, да, это мои ошибки, которые я сделал, это мои нездоровые страсти, которым я последовал, у него есть возможность что-то исправить. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменений ни тени, ни перемены. Восхотев, Он родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Апостол говорит о том, что все хорошее, все доброе исходит от Бога. У него нет изменений и тени перемены, Бог не меняется, Бог всегда благ. Бог благ в любое время. Люди могут меняться в своих отношениях друг к другу, у них может быть искренняя любовь и дружба, а потом они разругались. Но Бог всегда не изменен в своем отношении к нам, и Он по своей воле восхотев, родил нас словом истины. Обращение в христианскую веру, присоединение человека к церкви – это не просто некая смена убеждений. Ну, там бывает, что человек, допустим, имел одни политические убеждения, потом он приобрел другие. Или он не интересовался политикой, а потом он как-то загорелся, присоединился к какой-то политической партии. Бывает, что люди меняют свои убеждения. Или у человека была одна там философская доктрина, он принял другую. Или человек поддерживал одну научную теорию, а потом он поразмысливал, принял другую. Так вот, христианство – это не что-то похожее на эту смену убеждений. Христианство – это новая жизнь, и обращение в христианскую веру – это событие, которое Библия сравнивает с рождением или с новым сотворением. Мы другие, у нас есть теперь совершенно новая, совершенно другая жизнь, которую мы приобрели в таинстве крещения, которую мы питаем Евхаристией, и которую мы призваны развивать и поддерживать в себе молитвой и благочестивой жизнью. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скорное слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Людям очень трудно слушать, и это одно из проявлений нашей падшей природы, то, что мы не слушаем, поскольку слушать – это значит смириться, это значит признать свое в данном контексте несколько подчиненное положение. Когда я выслушиваю человека, он является активной стороной, я его слушаю, и получается, что я оказываюсь на ступеньке ниже. И человек, который все время горделиво пытается вознестись над своим ближним, он все время хочет говорить, чтобы его слушали. Он хочет доминировать. И поэтому мы должны понимать, что у нас есть такая склонность, и должны быть медленны на слова и скоры на слушание. Мы должны внимательно выслушивать собеседника перед тем, как ему отвечать. Это очень трудно. И видно, как люди действуют совершенно по-другому, когда незнакомые совершенно люди встречаются в социальных сетях, и они опознают по тому или иному ключевому слову, что этот человек там из нас или из неприятелей наших, и дальше выдают уже заготовленные речи, которые у них вертятся в голове. И вот апостол говорит, что мы должны быть скоры на слышание, медленны на слова. А лучше не говори, чем говорить необдуманно. Есть очень хорошая фраза «Если тебе нечего сказать, молчи». Тем более важным, тем более ценным будет то, что мы скажем. Мне еще как-то в детстве сказали, чем тише ты будешь говорить, тем внимательнее тебе будут слушать. Ну и, соответственно, даже чем реже ты будешь говорить. «Медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией». Это очень важные слова «гнев человека не творит правды Божией», и они очень такие контркультурные, потому что мы живем в мире полном гнева, и гнев рассматривается как что-то хорошее, что-то позитивное. Но честный человек, хороший человек, он же и должен гневаться на зло, он же и должен гневаться на злодеев. И если вы не испытываете праведного негодования и возмущения на тех или других злодеев, то вы не хороший человек, хороший человек должен вот гневаться. И Библия говорит нам прямо противоположную вещь. «Нет, хороший человек гневаться не должен». Любой гнев, он видит себе причину. Любой гневающийся человек уверен, что он гневается обоснованно, что он гневается на действительно очень плохих людей, которые абсолютно заслуживают его гнева. И что если вы спокойно на это смотрите, если вы не гневаетесь вместе с ним, то вы наоборот какой-то человек морально сомнительный, вы человек равнодушный по отношению к злу. Но апостол говорит, нет, гнев человека не творит правды Божьей. В Библии гнев упоминается в позитивном ключе как что-то хорошее, только применительно к Богу. Вот гнев Божий, он праведен. Бог противостоит злу, Бог противостоит злу в высшей степени бескомпромиссно, в высшей степени резко. Существует гнев Божий по отношению к злу, который оскверняет, разрушает и уродует его мир. Но вот человеческий гнев не считается чем-то хорошим. Мы грешные существа, и мы не можем прогневаться без того, чтобы не присоединились наши грехи, без того, чтобы наше желание оказаться правыми, наше желание попирать и превозноситься, тут же не перехватило ситуацию. Поэтому, как говорит апостол, гнев человека не творит правды Божьей. И, конечно же, мы все склонны соглашаться, ну, в общем и целом, это да, но у меня-то другой случай. Человек, на которого я гневаюсь, он действительно очень плохой человек. Апостол говорит, плохой человек или неплохой человек, гнев не творит правды Божьей. Беда в том, что то, что человек изнутри, из своего сердца видит как праведный гнев, как справедливое негодование, снаружи выглядит как ненависть. Есть такое различие между тем, как человек видит себя изнутри и тем, как его видят снаружи. Вот то, что снаружи мы смотрим на человека и думаем, вот какой он злый день вообще. Человек полный ненависти, он как рот откроет, так оттуда что-нибудь такое изливается, хоть уши стыкай. А изнутри как он себя видит? Изнутри он видит себя как человека полного праведного, справедливого гнева. И так иногда бывает, что человек даже доходит до какого-то большого повреждения, и он идет просто по улице и бормочет себе под нос что-то злое, что-то раздраженное против своих врагов. И со стороны видно, что человек явно не в порядке. Но изнутри это все выглядит как праведный гнев. Поэтому гнева следует избегать, особенно тогда, когда мы уверены, что он праведен. Особенно, когда мы уверены, что мы гневаемся на каких-то плохих людей. Гнев, он всегда так устроен, что он вызывает нас чувство, что мы гневаемся на плохих людей. Люди действительно могут быть плохими, но гнев человека не творит правды Божьей. Гнев ничему не помогает. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Должно отложить нечистоту, отложить остаток злобы. Мы не должны избегать злобы, как у святого праведного Иоанна Кронштадтского есть такая проповедь «злобы бойся», что злоба, она всегда себя выдает за что-то справедливое, за какую-то ревность о правде, за, возможно, даже богочестивую ревность. Но мы должны отложить ее, мы не должны исследовать. В кротости примите насаждаемое слово. Кротость — это как раз добродетель, противоположная ярости и гневу. Кроткий человек — это человек, который не приходит в ярость и гнев, когда другие приходят. Когда некая ситуация, провоцирующая ярость и гнев, кроткий человек отказывается от ярости и гнева. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, в закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Люди во времена Иакова, богочестивые иудеи и христиане, которые тогда еще были очень близки к этой среде, привыкли к тому, что народу постоянно читается закон, народу постоянно читается Слово Божие. Люди собираются, и они слушают Слово Божие. И люди могли себя утешать тем, что мы принадлежим к Божьему народу, мы слушаем Слово Божие, которое читают. И апостол говорит, ну, если вы не являетесь исполнителями этого слова, то вы обманываете самих себя. То есть это бестолк. Мы должны не только слушать Слово Божие, но и его исполнять. И далее апостол разъясняет, что именно, в чем именно это должно проявляться. «Если кто из вас думает, что он богочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце у того пустое богочестие. Чистое и непорочное богочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Богочестие должно проявляться в том, и апостол это подчеркивает, что мы обуздываем свой язык. Это трудно, это требует постоянного внимания, особенно когда у нас есть богатые возможности для злословия технически в социальных сетях, когда раньше человек мог сказать что-то одному собеседнику или нескольким, то сейчас можно практически на весь мир сказать все, что ты хочешь, и тут особенная возникает необходимость в обуздании языка. Потому что люди, особенно когда они чувствуют себя правыми, особенно под влиянием праведного гнева, могут распространять и какие-то непроверенные слухи, и клевету, и чернить чью-то репутацию, и совершать другие несомненные и серьезные грехи, потому что они не обуздывают своего языка. И вот апостол нам говорит, что мы должны любить молчание, мы должны обуздывать язык. Перед тем, как что-то произнести, мы должны подумать, а вообще, а нужно ли это. Чистое и непорочное богочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях, то есть помогать нуждающимся. В античном мире сироты и вдовы были чрезвычайно социально уязвимы категорией населения, и они особенно нуждались в заботе, и хранить себя неоскверненным от мира. Мир — это не творение, конечно, мы сами являемся частью творения. Мир — это система ценностей и отношений, которая основана на отвержении или игнорировании Бога. Апостол Иоанн говорит в своем послании, что мир сей — это похоть поти, похоть отчей и гордость житейская. То есть та система ценностей, то, что в этом мире ценно, то, что этот мир считает правильным. И этот мир считает правильным стремление к удовольствиям, то есть похоть поти, стремление к обладанию, похоть отчей, то есть, как говорят, глаза заведущие, и гордость житейскую, то есть стремление к престижу, стремление к высокому статусу. И мир навязывает свои ценности, свои установки. Мы можем сталкиваться так или иначе с этим неверующим миром, который на нас влияет неизбежно, который пытается навязать нам свои взгляды, который пытается навязать нам свои представления о хорошем и плохом. И вот хранить себя неоскверненным от мира — это значит отдавать себе отчет, что мы не от мира сего. Мы — христиане, мы отделены Богом, мы — Его Церковь, мы по-другому живем. У нас другие ценности, и мы не подчиняемся, не повинуемся и не следуем за этим миром. Это была первая глава соборного послания святого апостола Иакова, и мы ее читаем в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Субтитры создавал DimaTorzok